Расскажу, собственно, про криптовалюту. Вы вообще знакомы с правовым регулированием, как это строится в России или за рубежом? Слышали что-нибудь? Ну так, немного, да, действительно. Потому что во многом у нас тема закрытая и говорят, что криптовалюта это что-то странное, кто-то называет это денежными средствами, кто-то говорит, что это вообще не денежные средства. Поэтому с юридической точки зрения это очень действительно интересный вопрос. Ну вот, собственно, тема, о которой мы сегодня поговорим. Что такое криптовалюта? Ну, прежде всего, в юридическом смысле, да, а не в общем. Но, чтобы понять это, мы немножко поговорим про технические основы криптовалюты, технологии блокчейн, которая появилась и есть. Расскажем про известную процедуру ICO, которая позволяет привлечь финансирование, ну и различные правовые риски, а также тронем действующее регулирование, которое есть, собственно, и в Российской Федерации на сегодня. Это немного обо мне. Я, собственно, юрист, занимаюсь сопровождением сделок, закончил государственный университет управления, сейчас получаю executive MBA в Master of University, это Голландия. Давайте поговорим, что такое криптовалюта. Прежде всего, криптовалюта это то, что строится на технологии блокчейн. Вам всем известен интернет, и вы наверняка знаете, как он функционирует. У нас очень много исследований по поводу этого написано. Интернет – это распределенная сеть серверов, на которой хранятся домены, собственно, поддомены, доменные имена. И когда вы куда-то заходите, по сути, вы заходите на какой-то сервер Google, в котором информация хеширована, обновлена, вы заходите, пользуетесь. Технология блокчейна кардинальным образом отличается от технологии интернета. Почему? Потому что в технологии блокчейна нет единого сервера. По сути, участники всей сети являются сервером. То есть вы заходите в систему, получая кошелек. Открываете его, это занимает вас 2 минуты, Труфат поподробнее может рассказать. Вы становитесь полноправным участником сети, и вы также являетесь лицом, который является сервером. То есть через себя пропускаете всю информацию. Чтобы как-то вознаградить участников сети и повысить их мотивацию, чтобы они подсоединяли к сети, придумали им специальное вознаграждение. И, собственно, майнеры – это те люди, которые подключают конечные устройства в системе блокчейн, обрабатывают блоки информации, решают криптографические методы защиты данной информации и, собственно, получают вознаграждение. Поэтому майнинг – это в каком-то смысле способ заработка для кого-то. Но изначально он придумывался как система общего сервера, когда не нужно в какой-то стране держать сервер. Вы знаете, с интернетом у нас закон об информации и информационных системах подразумевает то, что все данные о российских гражданах должны храниться на серверах в Российской Федерации. Соответственно, здесь данное законодательство просто не может быть применено, потому что нет единого сервера. И все распределяется. Отправляем на фонд развития нашего проекта. Действительно пытаемся построить завод. Другую часть токенов мы размещаем на криптовалютных биржах. Нужно сказать, что и такие появились. Сегодня очень много криптовалютных бирж, в которых реализованы механизмы аналогичные с теми, как на рынке ценных бумаг, то есть торговля происходит. Профессионально этим занимается Ассоциация Биткоин России. Вы открываете окно, вы торгуете, у токена есть цена. В режиме реального времени очень много людей и средств вовлечено в данную торговлю. Соответственно, идея всех АССО это выпустить свой токен на биржу, поднять его цену и заработать на это. Далее, компания говорит, что мы данные средства, все, которые заработаем, и то, что вырастет на цене токена, мы их распределим. Допустим, 20% создания экосистемы, взаимодействия учебных и крупных газовых концернов и так далее и то подобное. У каждого проекта разное, но вот этот образец, он в принципе одинаковый у всех. Я просто показываю на российских примерах, как российский бизнес что-то пытается сделать. Ну и основной вопрос, конечно, здесь, а законы ли это? Ну, законы ли этого вообще в Российской Федерации предлагать, да, либо суррогаты денежных средств, выражаясь языком Центробанка, либо то, что сегодня кто-то говорит незаконная банковская деятельность, да, когда вы говорите, что... Или незаконное привлечение финансирования, так же, как дел ММА. Как и сказал, для этого команды уходят в специальные юрисдикции, вот они в основном здесь указаны, где проводится ICO, как мир вовлечен. Вот основные юрисдикции, которые ввели соответствующее регулирование, да. Ожидаются Россия, Узбекистан из страны ЦНГ недавно сказал, что все будет в эти сеть вне, если не добавил Беларуси. Беларуси тоже ввела специальное регулирование, мне кажется, очень хороший проект Беларуси привлекала известных, известных консалтивных компаний из большой четверки, которые писали законопроектом, достаточно интересен, там вы можете найти любые определения, что такое цифровые финансовые активы, то есть юридические точки зрения. И после этого уже, когда мы уже все приняли, Россия тоже начала рассматривать такую инициативу наши законодатели. Но прежде всего нужно сказать про Швейцарию, Швейцария первая объявила о том, что криптовалюта имеет хождение у нас, пожалуйста расплачивайтесь, у них там даже банкоматы стоят, люди спокойно расплачиваются. Как в действительности структурируются ICO и как, собственно, юристы чем занимаются на сопровождении ICO-проектов? Создается компания SPV, Special Purpose Vehicle, компания специального назначения, как правило в офшорной юрисдикции. Акционерами являются кто-либо, либо команда, либо номинальные директора. Дальше открывается виртуальный кошелек, в системе блокчейн выпускаются токены, вы их обмениваете, и люди по сути покупают, переводят денежные средства, становятся участниками токен-сейла, участниками ICO. Но вот здесь кто может заметить, что не так? Деньги, денежные средства падают не на счет компаний, а на виртуальный кошелек, который по сути принадлежит непонятно кому. В 99,9 случаев никак права на виртуальный кошелек, никакой бумагой даже не оформлены. Виртуальный кошелек открыт, система написана. Мы говорим, что мы зарегистрированы в Швейцарии, допустим, какая-то там токен-сейл AG, актинг-гейсель-шапт, лимит по швейцарскому законодательству. И мы принимаем данные денежные средства, вы являетесь акционером по сути. Но юристы сразу поймут, что никакие акции здесь не переходят никому, переходят только виртуальные токены, которые люди получают за какое-то вознаграждение. Вы идете туда, но сегодня биржи не хотят играть по правилам черного рынка, и поэтому они просят предоставить две вещи. Первое, это заключение от американского юриста, имеющего допуск в бар, как у них называется, в адвокатскую палату, о том, что данный токен является ценной бумагой. В моей практике были забавные персонажи из Украины, то есть коллеги-юристы, которые говорили, что мы напишем, цена от стандартного меморандума на эту тему, вот 8 тысяч долларов, это реальная цена, за их услугу. Они это пишут, о том, что да, данный токен не является ценной бумаги. Но люди в комплайнс-департаментах бирж, которые понимают, что к чему, они просят как раз-таки написать данное заключение по американскому праву и от американского юриста. Но сегодня никакой американский юрист не будет жертвовать своему удостоверению, своим допуском в адвокатскую палату и писать то, чего нет. В США это очень строго, но у нас в России тоже адвокат не может какие-то вещи совершать в силу адвокатской этики. Получить это невозможно. Таким образом, что делать? Либо как-то выходит из этого положения, пишут какие-то истории про то, что действительно токен не является ценной бумагой, по закону США, ввиду того-то, начинают доставать и делать анализ очень древнего кейса про то, что является ли токен ценной бумагой и так далее, который не имеет, по сути, никакого отношения в силу того, что ССИ, комиссия по ценным бумагам, это федеральный орган США. А если это федеральный орган, то он имеет, собственно, юрисдикцию на территории всех штатов, и это регуляторный орган, он, собственно, имеет право выдавать такие инструкции и привлекать уже ФБР, либо какие-то прокуратуры, другие органы, которые будут принимать какие-то действия против нарушителей, так сказать, этого законодательства. И вы знаете, что, наверное, вопрос литигации, то есть защиты интересов и допуск к судебной системе в таких странах, как США, он очень дорогой, и люди не идут оспаривать решение ССИ, просто потому что кто-то должен проинвестировать эту историю и заплатить юристам и пойти. Поэтому биржам в офшорных юрисдикциях, и были как раз-таки такие кейсы, случаи, когда к биржам на территории США, либо в офшорных юрисдикциях прилетали эти письма от налоговой США, и они раскрывали. Соответственно, биржа здесь уже стоит в таком замкнутом круге, и они должны соблюдать законодательство США, потому что они не хотят дальнейшего расследования и раскручивания данной всей истории этой катушки. Поэтому здесь такой двоякий момент. Если человек продает токены и покупает их на бирже, по сути, это тоже, я думаю, будет трактоваться как public offering, то есть публичное предложение того, что не является этим, то есть предложение ценной бумаги без наличия специальной процедуры, которая устанавливается законодательством. Более интересное, это как раз три проекта федеральных законов, которые внесены в Государственную Думу. Это проект федерального закона о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, в скобках о краудфандинге. Это проект федерального закона о внесении и сменении в Гражданский кодекс, в котором как раз-таки предполагалось расширить статью 128 ГК, прописать, что криптовалюта – это не только иное имущество, а вообще криптовалюта – это имущество и объект гражданского права. И дополнительно предполагалось установить возможность исполнения сделки в криптовалюте, то есть придать криптовалюте статус законного платежного средства в чем-то. И третье – это возможность существования смарт-контракта, то есть не расширить потестативные условия, которые у нас есть в Гражданский праве. Если вы помните, когда условия сделки зависят от какого-либо события, а вот допустить такое техническое решение, то есть сделка исполняется, когда там нет воли, потому что эта машина сама осуществляет какую-то сделку, мы не можем говорить, что сделка, потому что сделка – это воля, вы, может быть, знаете в теории порно. Ну, законопроект про внесение изменений в Гражданский кодекс, я про него сказал. Предполагается легализовать эти виртуальные валюты, сделать их, во-первых, объектом гражданского права, закрепить статье 128, потому что споры до сих пор не утихают, ни у кого нет понимания, что это такое. Кстати, если вы выпускаете, пишете, либо будете писать работу, то рекомендую попробовать посмотреть с этой точки зрения на то, что такое криптовалюта в российском гражданском праве, с учетом дела Царькова, которое я назвал, которое мы рассказали, ну и попытаться, может быть, свои теории выдвинуть, потому что здесь вопрос в куче, и вопрос исполнения, и вопрос взыскания, и наследования. Очень много, очень много всего, и сегодня очень много конференций на эту, на эту тему проводится. Действительно непонятно, что это такое. Другой законопроект, который является, собственно, системообразующим, это законопроект о цифровых финансовых активах, и цифровыми финансовыми активами, по сути, является криптовалюта. Какие здесь у нас проблемы? Во-первых, центральный банк. Сегодня есть такое предположение, что как раз-таки центральный банк является некоторым стопором, почему во второе чтение не проходит законопроект, потому что центральный банк боится появления второго такого суррогата, или создания чего-то подобного в форме рубля. Учитывая волатильность, которая у нас есть сегодня с рублем, выпуск криптовалюты официально в Российской Федерации здесь может повлечь огромные риски для населения, когда люди побегут скупать криптовалюту, вместо того, чтобы держать деньги, и так далее. Поэтому центральный банк дал несколько записок и комментариев, и пока не отвечает на проекты, не дает свое финальное заключение. Очень долго данная тема обсуждалась и до сих пор обсуждается. Неизвестно, примут ли в итоге данный законопроект. В первом чтении его как-то быстро приняли, а дальше непонятно. Интересно что? Интересно про майнинг. Сегодня в России, допустим, на заводе ЗИЛ сдаются помещения в аренду, в которых вы можете установить конечное устройство, которое будет заниматься майнингом. И вы знаете, я вам сказал, что майнинг – это, собственно, процесс воспроизводства криптовалюты. То есть за расшифровку криптографических блоков система вас вознаграждает, вы получаете криптовалюту. По сути, деньги из ничего, как многие говорят. Только инвестировать в оборудование, в охлаждение, в мощность, в электроэнергию и так далее. В России это популярно, потому что в России, в отличие от Европы, у нас очень дешевая электроэнергия. Многие компании размещают промышленные комплексы, забивают оборудование, получают то, что называется в народе неучтенку, неучтенные наличные денежные средства от продажи криптовалют. Соответственно, цель государства – как-то это урегулировать. Сделать майнинг предпринимательской деятельностью и пусть майнеры показывают свои доходы. Потому что сегодня мы не знаем, это действительно черный рынок, который добавляет статистику для Центробанка, которая недавно опубликована, по рынку обналичивания денежных средств и комиссий. Ну, там колоссальные денежные средства, непонятно, как их учитывать, непонятно, как устанавливать тарифы. Вот мы как раз с Ассоциацией Биткона Россия были в качестве экспертов в Московской городской думе, участвуя в комиссии по криптовалюте, в рабочей группе по криптовалюте и блокчейну. И как раз обсуждался вопрос о том, может быть, ввести специальный тариф для майнингов, потому что возрастает нагрузка на инфраструктуру. И как это решать? То есть, вопросы здесь колоссальные. Сегодня майнинеры потребляют колоссальное количество электроэнергии, но платят одинаковый тариф. Может быть, их как-то выделять, создавать специальные сети и так далее. Здесь вопрос, собственно, такой. Далее. По данному законопроекту о цифровых финансовых активах, также предполагается выделить криптовалюту и токены, сказать то, что токен – это то, что имитируется какой-либо компанией. И, соответственно, когда вы делаете ICO, по российскому законодательству, предполагается, что вы будете выпускать токен от имени компании, а не от имени самого себя, как-то привязывать виртуальный кошелек, чтобы не было такого, что люди инвестируют и ничего не получают. Здесь опасения также банковского сектора. В Беларуси принято прекрасно законодательство по поводу этого, но оно, к сожалению, не работает. Беларусь поступила каким образом? Они создали отдельную экономическую зону, вроде нашего технопарка Сколково, и сказали, что компания, которая там создана, имеет право заниматься криптовалютой, открывать кошельки, гражданам предлагать, осуществлять ICO и так далее. Но что самое интересное, никто туда не пошел. Ни один инвестор, я не знаю, что сказал, что вау, Беларуси, мы туда идем. Почему так происходит? Потому что банки. Вопрос конвертации криптовалюты в денежные средства, он очень жестко стоит. Банк не может принять криптовалюту, конвертировать ее, не идентифицировав клиента конечного, потому что мы знаем, что сегодня криптовалюта это не идентифицированные денежные средства. И европейское законодательство, такие организации, как OECD, FATF, они как раз таки занимаются тем, чтобы обелить денежные средства, исключить возможность получения денежных средств преступным путем, предотвратить легализацию. А криптовалюта, по сути, позволяет это все сделать. Поэтому как-то пытаются это ограничить. Но, тем не менее, тенденции законодательства есть. Все больше законодательства принимает, все больше стран принимает соответствую регулирование, крипторегулирование в отношении криптовалют. Рынок не утихает, рынок растет, несмотря на спады. Труфат сейчас расскажет. Положительные тенденции есть. Очень много средств вложено в криптовалюту. Очень много, собственно, мощностей, инвестиций, людей, которые ожидают от криптовалюты какого-то роста. И, собственно, то, чем занимается Ассоциация Биткоина России, это, во-первых, это просветительская деятельность, во-вторых, это образовательная. Мы помогаем и рассказываем, как со всеми обращаться, технически, юридически, предотвратить риски. И третье направление, это, конечно, торговля, как правильным торговать.